всем привет с вами роман раскольников я играю в игру под названием his war of mine так я забылся выключил в общем игру и день заново пошел так в общем то у них даже биографии изменилось чуть-чуть то есть если мы выжим марка будет нашим спасителем это говорит павла это то посчет того что я ваша серию украл еду бомжей так бруно говорит важно лишь то что у нас есть припасы как мы их достали вопрос менее важный так марка у нас бедные люди я знаю было жестоко забирать их провизию но пришлось выбирать либо они либо мы так иди поешь так я думаю сейчас опасно возвращаться школы пахтишь марку маглый у нас тоже вот есть бруно у нас марку должен спать я вечно путаю марку бруно для меня они звучат одинаково так завершаем день бруно назначить будет спать в кровати то у нас будет забывать то у нас будешь спать в кровати ой ты у нас будешь охранять так малая обитель на школу нет смысла мне кажется идти дом для двух семей там нужна мне ножовка по металлу разрушенная вилла там тоже мужик ходит ладно дом с привидениями но давайте в дом с привидениями сходим надо было сначала из школы все что можно вынести бы уже потом скорее всего они меня поджидают там если я вернусь они скорее всего мне поджигать кстати это вроде крысы не так надеюсь я че-то сюда сбежал и даже не посмотрел опасно здесь или нет но до крыса и наверху скорее всего тоже крыса ничего себе еды у нас очень много так воду забираем другое пока что брать не будем чем так посмотрим что у нас тут еще имеется ну да это по-любому крыса потому что человек бы не было бы заколоченной двери так патроны я показываю что зря беру так смотрим что у нас написано дорогая субиро именно тогда когда мне удалось добраться до этой казалось бы безопасной страны мне тоже началась война но не бойся у меня все хорошо пишу тебе эту записку ожидания человека который вывезет меня отсюда на катере потом так обращусь за политическим убежищем и как только его получу привезу тебя сюда мы снова будем вместе вдали от войны и нищеты держись и молись за меня кофе ты не знаешь как туда попасть скорее всего а дверь заперта точно нет 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 спустись вниз дура да я все понятно значит сюда надо прийти с монтировкой в идеале было бы сюда прийти с обмычкой ну ладно придется брать монтировку один раз но здесь еще и ножовку металла нужно идеально придется еще раз сюда возвращаться ну ладно это пустая локация здесь людей нет ну вам потом еще вынес так ходу мне хватило материалов починить дверь то есть улучшить дверь иначе меня так могут ограбить рано или поздно особенно если учитывать то что они все в депрессии напали хорошо ничего не украли пока что так марка ладно поешь так где спать сейчас нам бруно приготовить это еще немного так хотя павла дожди сначала короче посмотрим хватит же нам дверь улучшить нам компонентов этой досок нам хватает все хорошо значит компоненты буду брать следующей ночью в приоритете мне нужно брать компонент так досок мне хватает так что давайте сделала из них дрова так как раз 15 штук остается так подожди нам хватит еще сделать ножовку металлу данном хватит еще сделать ножовку металлу тогда и сделаю все все это имеет смысл так что это все не бессмысленно как ты это говоришь так нам сегодня должен прийти торговец она вроде каждые три дня ходит здесь я не ошибаюсь так но и слышит куда пошел готовь пищу ближайшие дни сохранить теплые марка погода великолепно и лан представитель повстанцев сообщил что некоторые районы могут стать недоступным для гражданских лиц поскольку правительственные войска планируют штурмовать город блин опять точки некоторые будут недоступны это очень плохо скоро там приготовит поесть броня жрать охота наконец-то готовил так иди поешь павла нет я ошибся торгуются не каждые три дня ходит ну значит завершаем день опа старый город гостиница стройплощадка аэропорт малая обитель требуется осторожность возможно так малая обитель требуется осторожность нет мы сначала в дом с привидениями сходим у нас будет добывать марка они беспомощны все ладно охранять будет брону от него толку нет если он в депрессии все но он этих прокараулит вориши воришек дом с привидениями да мне нужно идти сюда так беру я с собой ножовку и монтировку все компоненты там вроде у нас на локации оставались так что надо компоненты первую очередь собирать все тут у нас в холодильнике что а в холодильнике скорее всего сахар компоненты забираю пока что доски тоже заберу и все пока что так здесь по любому должно быть какое-нибудь оружие не понял почему ты не хочешь обыскивать компоненты хорошо компоненты так игрушку я брать не буду так что тут у нас таблетки пока что не нужны порох не нужен пока что так это я тоже пока что оставлю просто ладно придется третий раз так тут у нас компоненты есть я уже не понял компонентов нет отлично очень много компонентов то что надо можно еще раз туда сходить скорее всего даже два раза сюда где-то сходить потому что скорее всего это я за один раз не вынесу все ну ладно всяких вам я не буду кого брать следующий раз нам сейчас надо дверь скрафтить хорошие чтобы нас никто ограбить не смог день 10 еще 35 дней осталось прожить так бруно получил несколько серьезных ран ситуация очень серьезно она же никто не напал ночью вы чё брунок ты издеваешься ты чё упал с лестницы что тяжело ранен бруно похоже в дикой бруно похоже с лестнику про упал блин что такое бруно тяжело ранен и и не выживет без бинтов что с ним случилось что случилось бруно помогите мне пожалуйста рано так болит это реально с лестницы что ли упал а иначе как ты мог здесь пораниться если на нас никто не напал о у марка появилась история хорошо моя история 19 каждый должен каждый должен выбрать одно счастливое воспоминание и оно должно быть а не просто хорошим оно должно быть чудесным когда становится настолько плохо что хочется просто сесть и плакать когда кажется что жизнь кончилась так вы закрываете глаза и возвращаетесь счастливый момент это непросто но вы должны попробовать так было очень плохо выглядит надеюсь еще не поздно достать бинты бинты у нас есть ты их стырил вроде ты их стырил ладно неважно так павла у нас будет чинить дверь хоть бы у меня хватило ресурсов чтобы сделать еще одну кровать как бруно умудрился вот так вот получить раны на нас даже никто не напал топора у нас тоже не чтобы порезаться нас нечем даже порезаться есть он скорее всего с лестницы реально свалился и покатился так все дверь у нас очень хорошие так теперь надо посмотреть хотите мне сказать кровать ресурсов до хватает все отлично будет у нас две кровати так марка где спать как-то умудрился так пора ранение такое тяжелое получить и вот отсюда он упал вот торгуется пришел а у меня есть вещи на бинтах на этот раз он на четвертый день так посмотрим что там не хочет предложить так марка у нас будет спать мой брун у нас будет спать марка тоже спать идей почему марк побежала не полный голоден так ты у нас голоден ты у нас просто курицу хорошо так что ты мне можешь предложить так воду можешь предложить драгостенности хватит так а еще чем можешь не дать так не пойдет ой больше ладно хорошо договорились и давай сразу и ты закупим у тебя а взамен я могу вот эту штуку он у тебя продать она мне соль не нужно так бинты к сожалению я теперь продавать не могу потому что у нас бруна ранен ему еще потребоваться бинты так я могу те ствол подрать ой продать или на что еще тебе а если вот так вот так накинешь меня много да а я знаю что она дома я думаю нам уже пора к зиме готовится договорились свободен еды мне пока хватает так ну и что мне теперь делать так знаешь что так послушай радио люди рычат по улицам и заброшенным домам в поисках пищи дров и ценных предметов если в ближайшее время в городе не поступит снабжение ситуация станет крайне тяжелой так завершаем день и куда бы мне пойти его уже недоступны некоторые районы так малая обитель но можно сходить в малую обитель так разбавленную школу ладно в самый последний момент туда пойду так в малую обитель так сначала я вынесу все что можно так вынести без воровства потом буду воровать а голоден болен депрессии ну ладно бруно будет по-любому спать потому что он тяжело ранен так ты будешь у нас добывать и пойдешь малую обитель пока ничего собой не бери разведываем обстановку посмотрим что там вообще можно сделать а все лопату надо было сюда взять притащить хорошо мало обитель на москва так значит у них вот он их можно краскать нет у них нельзя крас это не частная собственность это просто можно взять и все ой так на закрытии бандиты дверь закрыта сейчас а здесь тоже я сколько смогу беги к выходу а этот с ружьем прям блин прибежал сюда тоже лучше пока не ходить павла бледен и постоянно кашлят она вот эти желоба еще и павла заболел зашибись ничего ребята так нельзя павла у нас тяжело болен ты у нас ранен приходишь у себя хорошо теперь очередь павла отдыхать так павла иди пей таблетки так марка устал так раздражен раздавлен горем горем он непонятно что это за слово раздал раздавлен горем вроде мы должны заботиться друг о друге мы должны срочно достать лекарства павла в них нуждается павла а те вот такое лекарство надо непонятно теперь здесь спать марку иди спать я сказал мой бездельник так обогреватель я не могу сделать нам нужны компоненты хорошо понятно это че такое а выпить с ним можно выпить отлично чтобы от депрессии избавить нет я не хочу их от депрессии очень голоден кстати давай поешь и чо марка у нас не отдохнет уставший пойдет добывать провизию так слушай радио а сигареты табак понятно подорожают те пока теплая погода ладно ты очень хорошо а у меня нужна помощь пожалуйста откройте так чего вы хотите пожалуйста вы должны нам помочь как речь идет о нашей маме мы нашли мы не нашли для нее лекарства и теперь она очень очень больно пожалуйста вы должны отвезти ее в больнице пожалуйста нет 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 свободе я хочу плохую концовку получить поэтому я не буду вам помогать а голоден раздражен а раздавлен горем точно я уже забыл то что так смотрим а я так плохо себя чувствую мне кажется я не выжил а марка и так и не хочет вставать он походу весь день так вот просидит ладно придется день так завершать в депрессии все они в депрессии буш будете оба спать пойдет теперь марк а то есть брун а бруно о кстати а если бруно пойдет в школу его заметят так бруно же другой человек давайте сходим в школу значит о и о о о о о Продолжение следует... Продолжение следует... Они не должны кидаться на меня. Эй, кофе бесполезно, наверное, он нам не нужен так. Хорошо. Так, тут у нас что есть? Ну тоже кофе. Ну ладно. Без кофе и спирта мы как-нибудь справимся. Побежали к выходу. Как раз не хватило слотов Бруно. У этого Марку. Как раз-то будет три лишних слота и я бы все забрал. День двенадцатый. Марка ушел из убежища. Марка покинул нас ночью. Мы не думаем, что он вернется. Значит, вот как, да, Марка поступил с нами. Да блин, еще Марка ушел, а у него пятнадцать слотов в инвентаре, вот в рюкзаке. Это наш добытчик, а он ушел. Значит, он был раздавлен гором, то что не может помочь своим товарищам, поэтому он решил не помогать им, а просто просить погибать. Понятно. Кидала. Марка кидала. Ну хотя, ладно, это одна из концовок, возможно. А нам теперь еды хватит на двоих. Нам теперь только на двоих надо готовить. И может быть третий персонаж к нам скоро придет. Так. Что ты скажешь по этому поводу? Теперь, когда Марка сбежал, мы можем разделить его запасы между собой. Я вот только что об этом говорил. Вот только что же сказал об этом то, что нам теперь еды на двоих больше будет. Так, а ты? А нам все равно лучше без Марка. А, пробела нет между вот этим без и Марку. Так, очень голоден, да? Иди поешь. Ты у нас голоден, в депрессии, устал, ранен. Так, ладно, от ранения тебе надо как-то избавиться. Так что, бери. Зато третью кровать не надо делать будет. Вот бы добавки. Нет, извините. Добавки не будет. Иди лекарства прими. А Бруно? Бруно, Бруно нам что-нибудь смастерит. Обогреватель он нам смастерит. Ой, не то, не то, не то. Обогреватель здесь надо мастерить. Блин, вот у Марка значит сложно получить плохую концовку. Если перегнуть палку, как это было сейчас, то он сбежит. А, в ближайшие дни сохранится теплая и мягкая погода. Так, ладно, это не то. А, мне надо теперь Павла отправлять. Теперь надо Павла в походы отправлять. Ну, все. Церковь Святой Марии. Малая обитель. Посещено. Не то. Дом с привидениями. Много лекарств. Вторая площадка там опасна. Гостиница. Требуется осторожность. Требуется осторожность. Центральная площадка. Первый раз там была. Пошлите в дом с привидениями. А, блин, вы все спать должны. Ладно, давайте. Вы дома останетесь. Еды нам хватит пока что. На нас напали. Бруно ограбил нас. Бруно исчез ночью с нашими припасами. А я не думал, что Бруно тоже может сбежать. Оказывается, Бруно тоже может спешать. Так что, плохую концовку я уже не получил. Я получил концовку, где у меня сбежал. И Марко, и Бруно. А я смотрел. У Бруно вроде три возможных концовки. Это если он погибает. Если он хорошая концовка. Если он просто... То есть, плохая концовка. Оказывается, он тоже сбежать сможет. Хорошо. Значит, у каждого персонажа где-то около трех или пяти концовок есть. А кто-то пытался ограбить нас. Блин, Павло. Ты остался один. Вот ты хотя бы доживешь до конца? А знаешь что, Павло? Мне кажется, ты можешь прожить прямо до конца. До конца войны тебе хватит прожить вот этих припасов. Если нас не ограбят. Ааа, тебе дров не хватит. Тебе придется все-таки выходить. Дров маловато. Ну ладно, в принципе, на этом я тогда закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.